Ну, я думаю, что нормальные честные выборы в регионах начнутся только со следующего цикла. Потому что сейчас в основном там все идет по старинке, снимают неугодных кандидатов. И вот только после этих выборов в Москве будет, надеюсь, будет дан какой-то такой общий сигнал к демократизации ситуации. Будут запрещать просто снимать оппозиционных ярких кандидатов. Поэтому сейчас, мне кажется, сюрпризов ждать не приходится. Кроме всего прочего, особенно в столичных городах, вот эта коллизия мэр и губернатор, то есть поставленный губернатор, назначенный губернатор и выбранный мэр, она приведет к тому, что там, где вдруг почему-то выиграет оппозиционный мэр, значит, сразу же включится вот эта вот машинка конфликта, мэр-губернатор. И, собственно говоря, вместо того, чтобы двигаться каким-то позитивным изменением, значит, мы будем наблюдать за такой войнушкой двух ветвей власти. Может быть, это то, чего хочет власть, чтобы регионы таким образом как бы занимались внутренней борьбой и, значит, оставили федеральную власть в покое. То есть я не жду никаких как бы сюрпризов. Значит, безусловно, все там следят за ситуацией в Екатеринбурге с Ройзманом. Значит, и, ну вот, насколько нам всем известно, власть, в принципе, готова при сильном губернаторе и сильном полпреде, значит, допустить Ройзмана до, как бы, позиции мэра. Ну и таким образом попытаться на него спихнуть всю ответственность за социалку, вот. Ну, стриножив полностью, значит, в каких-то политических вещах. Но в любом случае это был бы неплохой сигнал, там, вне зависимости от того, что мы думаем о, как бы, самом Ройзмане. Он человек, как бы, другой формации. Нужны люди другой формации, потому что действительно Единая Россия из партии превратилась в корпорацию. И это корпорация, в которой почти не важна личность. А России сейчас нужны чудеса и герои. Ей нужна не, если бы мы были на подъеме, может быть, нам нужна была большая, сильная корпорация, которая ведет нас к этим победам. Вот. А сейчас нам нужны некие герои, которые, там, 24 часа работая, совершая какие-то подвиги, значит, против какой-то логики, вытащат нас вот в этот какой-то завтрашний день. Продолжение следует...